Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет долгожданное видео для меня и, надеюсь, для вас, потому что это было очень запрашиваемое видео, я очень давно хотела его снять. Это худшие продукты для волос, это продукты не обязательно 2017 года, то есть вот все, что у меня на данный момент осталось, потому что были продукты, которые добивались и выкидывались, были продукты, которые выкидывались сразу, а сегодня вот все, что в моей коллекции осталось, все, что я каждый раз порываюсь выбросить, но единственное, что меня не то что уберегает от этого поступка, я воздерживаюсь и не выкидываю это только ради того, чтобы снять вам это видео, потому что, ну, не могу я, совесть мне не позволяет вам не рассказать об этих отвратительных продуктах, которые стоят отнюдь недешево, и, честно говоря, самая главная, наверное, миссия бьюти-блогера уберечь вас от ненужных покупок, поэтому оставайтесь смотреть, желаю вам приятного просмотра. Вот такие два продукта из одной и той же линейки от Сьез, это линейка Big Sexy Volume, это линейка, в принципе, созданная для таких людей, как я, кто имеет проблемы с волосами, у меня очень густые, но очень тонкие волосы, я всю свою жизнь мечтаю об объеме, я больной до объема человек, и на эту линейку возлагались огромнейшие мои надежды, что я, наконец-таки, буду ходить с объемом. Но данный продукт, а именно спрей, сенсационный объем, экстрасильная фиксация четверка, здесь 150 мл, честно говоря, спрей очень посредственный, то есть он ничего особо не делает с волосами, не то, что он придает жирности сам по себе, но волосы с ним пачкаются быстрее все-таки, нежели без него, объем вообще практически никакого не дает, ничего он с волосами не делает, абсолютно бесполезная вещь, и, честно говоря, да, он стоит там порядка 300 рублей, но эти даже 300 рублей на него тратить жалко, мне он не нравится, у них еще не очень приятный запах у этой линейки, такой едкий, очень такой спиртовой, спирт перемешанный вот именно с отдушкой, отдушка очень такая химозная, и второй продукт, это уже немного другой формат, другой продукт, спрей мусс, то есть здесь, вот как вы видите, носик, данный продукт наносится непосредственно на прикорневую зону, с помощью данного носика, и все это распределяется, данный продукт, он дает объем, то есть действительно, если вам нужен объем куда-то на вечер, он дает неплохой объем, так в принципе ощутимый объем на волосах, ну безбожно пачкает волосы, во-первых, сразу после нанесения, после того, как вы сделали укладку, он чувствуется на волосах, как именно вот, как сказать, вы чувствуете, что у вас волосы, как будто бы в чем-то уже испачканы, как будто они не свежие, и как будто они становятся вот как жестковаты, в общем, чувствуется очень средство, очень неприятные ощущения, у него очень тяжелый, неприятный запах, более того, самое неприятное, это, конечно, вот эти вот ощущения на волосах, он безбожно пачкает волосы, то есть если вы с ним сделали укладку, вы должны понимать, что вы придете домой, вам нужно будет помыть волосы, потому что это нереально терпеть на волосах, волосы неприятные, очень тяжелый, жесткий у них эффект грязных волос, вот там вот внутри, именно на ощупь, на второй день у вас вот прям будут очень жирные волосы, как будто вы их неделю не мыли, и что самое неприятное, от него чешется голова, то есть он вызывает раздражение кожи головы, поэтому также не советую это средство, потому что даже его бюджетная цена, его не оправдывает ни в коем случае, быстренько пройдусь по уходу, потому что ухода среди данных продуктов мало, у меня всего лишь два продукта сегодня будет, одна и та же линейка, это я покупала, когда первый раз обеспечивала свой хвостик, я делала на тот момент блояж, и как истинная блондинка, как мне тогда казалось, взяла уход для светлых волос, у меня это линейка Шерр Блонд, от Джон Фрида, это увлажняющая линейка, шампунь-кондиционер, оба они по 250 миллилитров, увлажняющий активирующий шампунь, увлажняющий активирующий кондиционер, именно продукты призваны ухаживать за, как натуральными светлыми волосами, так и окрашенными, они увлажняющие, честно говоря, вот увлажнение это вообще мимо, я наоборот использовала данную линейку, только тогда, когда мне нужно было сделать локоны, или еще что-то, когда мне волосы нужны, были абсолютно, вот вообще не перегруженные, абсолютно, чтобы никакого на них ухода не было, я брала именно эту линейку, но вы же прекрасно понимаете, что обесцвеченные волосы, окрашенные волосы, это волосы поврежденные, за ними нужно ухаживать, и им нужно больше увлажнения и питания, особенно на кончиках, здесь в этой линейке вообще нет ни увлажнения, никакого-либо там приглаживания, именно полотна волоса, вообще ничего, они не делают волосы хуже, но они ничего с волосами не делают, то есть вот ваши волосы абсолютно сухие, как они вот есть после окрашивания, все, больше ничего, вот именно увлажнения я вообще не видела в этих продуктах, именно почему они попадают сегодня в это видео, потому что линейку я эту не повторю, потому что самое главное, я искала уход за окрашенными волосами, эти продукты вообще мимо, вообще не оправдали моей чаянии надежды, далее идет продукт также от марки Джон Фрида, прям вот сегодня именно Джон Фрида мне попались под горячую руку, это их знаменитое средство, которое знает, не знает, разве что ленивый на YouTube, очень активно рекламировалась, где-то год назад на эту рекламу на YouTube я и попалась, я именно поэтому и взяла, увидела очень известного блогера, продукт купилась на это, и честно говоря, жалко, мне безумно жалко, этот продукт стоит там порядка, по-моему, 700-800 рублей, и черт возьми, мне жалко этих денег, что я отдала, потому что продукт вообще мимо, вообще не работает, то есть это иншарит тритмент, как они называют, то есть вы в душе наносите это на волосы, на корни волос, держите как-то там несколько минут, 3-5, и потом смываете очень активно все это с головы, на ощупь после этого волосы, ну, все равно есть такое ощущение, что вы не все промыли, не все смыли, но когда ты 10 минут пытаешься смыть все это с волос, ну, уже как бы понятно, да, больше не смоется, все прекрасно, хорошо, он уплотняет волосы, да, то есть волосы становятся как бы как более плотными, плотными, но объема так такового серьезно, он, средство вообще никак не влияет на объем, то есть он делает волосы более тяжелыми, более плотными, более густыми, но объема серьезно не добавляет, то есть, как сказать, и что мне больше всего не понравилось, что я не люблю в продуктах для волос, это то, что волосы быстрее пачкались, то есть волосы, реально к вечеру уже были не свежие, неприятные, более того, этот продукт имеет накопительный эффект, поэтому с не свежей кожей головы к вечеру я мучилась еще несколько помывок головы, то есть вообще неприятное средство, непонятное, неприятное на моих волосах, не работающее, не дающее мне вожделенный объем, пачкающие мне волосы, и вообще крайне отвратительное средство за безбожно высокую цену, потому что здесь на самом деле 100 миллилитров, 100 миллилитров, при том расходе, который необходим на мои волосы, это буквально там, наверное, ну не месяц, ну может быть, два бы месяца, полтора-два месяца, если бы я пользовалась, потому что я использовала два раза, у меня эта базия лежит, и не знаю куда ее деть, потому что отдавать кому-то, ну себе дороже, меня потом человек закидает чем-нибудь, и еще одна звезда моих антифаворитов для волос сегодня, это Тонингай 3D Volumizer, очень популярное средство, видела я у того же блогера, что и предыдущее средство, и также я накололась, и также на кругленькую сумму, но от Тонингай, честно, я такого провала не ожидала, потому что у меня есть много фаворитов от этой марки, очень многие стилисты работают на этой марке, но вот это, это просто, если у вас есть девушка, которую вы люто ненавидите, и вот прям вот, вот хотите ей насолить, подарите ей этот 3D Volumizer, и она будет просто счастлива, и она будет вспоминать вас самыми отвратительными, словами, потому что средство не дает вообще никакого объема на моих волосах, ну вот вообще, то есть наоборот у меня получается, что я использую его на корне, сушу волосы уже во время сушки, вот у корней какие-то липкие, непонятные, и потом, когда я досушиваю волосы, вместо вожделенного объема, как у Лёвика, такого красивого, у меня на голове прилившие к голове грязные волосы, реально после его использования никуда вы идти не можете, вам только перемывать голову, отвратительное средство, как бы я к нему не пыталась приноравливаться, как бы я не пыталась укладывать голову, единственное, куда я шла после использования данного средства, это в ванну, заново мыть голову, средство отвратительное, абсолютно никак не работает, обжиривает волосы, волосы грязные, никакого объема вообще не дает, поэтому вот, если действительно, да, есть у вас враги, которых вы прям ненавидите люто, подарите им это средство, они это запомнят навсегда, и последний продукт на сегодня, это прям венец моей коллекции, я очень-очень хотела это средство, но я за него не заплатила ту сумму, которую оно стоит, то есть на рынке оно стоит, стоило на тот момент 1600 рублей, оно мне попалось в коробке лимитированной Эгомания, от, по-моему, Эльбокс, или что-то в этом роде, в общем, какой-то коробочный сервис, и, господи, какое счастье, что мне эта гадость попалась, именно в этой коробке я не купила за 1600 рублей, потому что это гадость, это реально продукт, который я не поняла, я очень-очень безумно его хотела, прочитала кучу про него отзывов, что это прям вот для человека, который вожделеет объем, как я, это просто мана небесная, это лучше средства нет, и вот именно этот продукт, он мне даст тот объем, который я хочу, но нет, 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 не свершилось, не срослось, никак не вышло ничего у нас, потому что средство не дает никакого объема, и оно безбожно пачкает волосы, нет, по сравнению с предыдущим средством, это средство еще просто ангел, потому что с тем, что оно дает, он как бы объема не дает, волосы пачкаются только на следующее утро, ну и как бы можно перемыть, уже не так страшно, укладка в принципе, ну, уложить волосы прилично можно, но объема не будет, волосы будут на ощупь, жирноватые, но этого не будет видно, ну вот к вечеру, там на следующее утро, да, уже это видно, нужно перемыть волосы, за него уложить голову, но за 1600, вы смеетесь, за 1600, за объем, сейчас скажу, 125 миллилитров, вы заплатите 1600 рублей, и вы не получите объема, к вечеру ваша голова будет грязная, это нормально, за эту цену, это просто, я не знаю, это преступление против всех девушек, которые мучаются с объемом, и не могут его создать на своей голове, это отвратительно, это самое ужасное, то есть я много у эго-мани тоже, вот как у Тони Инга, и как у Джон Фрида, у них много крутых продуктов, но я каждый раз выбираю что-то от этих марок, вспоминаю как раз не про те крутые продукты, которые у них есть, а вот про такие проколы, потому что, ну вот это мрак, это мрак, за такие деньги, это просто вешать за это надо, это все, я надеюсь, что мое видео будет прежде всего для вас полезным, что я смогу уберечь вас от ненужных покупок, от больших трат денег, абсолютно впустую, и если вам видео это понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, обязательно жду вас и в инстаграм моем, подписывайтесь на него, ссылки все в инфобоксе, в конце видео я хотела бы сказать огромное спасибо, что вы посмотрели это видео, что вы смотрите мой канал, я очень благодарна своей аудитории, за то, что вы уделяете мне хотя бы эти минуты, и все, желаю вам всего самого наилучшего, хороших вам продуктов для волос, улыбок, счастья, и до встречи в следующих видео, пока-пока!